Доброе утро, дорогие друзья. Недельная глава Мишпатим. Глава, состоящая из заповедей. Казалось бы, все понятно. Человеку кажется, что иногда заповедь он понимает легко. Некоторые сложнее. Например, не убей. Но на самом деле все это не так. Говорит Кабала, что мы не в состоянии понять суть заповеди. Даже не убей, например, предписывается иногда возможность убийства, например, когда грабитель вооруженный ворвался в твой дом или там насильник и так далее. Все испытания на земле заключаются, главное, в том, чтобы мы выполняли заповеди, не понимая даже их заранее. Помните замечательные слова, которые были сказаны еврейским народом у Горозиной? Выполним, а потом поймем. То есть вот это выполним в этом мире, а поймем уже в следующем. Это единственное, что написано. Мы не в состоянии понять смысл заповедей, которые даже понятны на первый взгляд. Как написал автор книги Шней Лухот Абрид, даже если человек проживет дважды по тысяче лет, он не сможет подняться до сути одной заповеди во всей ее глубине, не сможет понять ее корни. В книге Нефиш Ахаим, знамечательной книги, написано, глубокий смысл заповедей не был раскрыт ни одному человеку в мире, даже Машера Бейну. Единственный, кто знал их, первый человек до греха. Раф Ярухам Алейбович из Ишивы Мир. Говорит, что в этом мире заключается секрет. Почему будем делать, должно быть сказано раньше, чем будем понимать. Еще раз повторяю, надо меньше умничать, больше делать, и тогда все придет. Каждый раз, когда исполняем мы ту или иную заповедь, когда мы сознательно и с готовностью делаем что-то угодное Богу, рождается написанный в кабале ангел, который придет защищать нас в день суда, когда все наши деяния будут оцениваться Богом. Кстати, эти же ангелы иногда помогают нам на земле, направляя по дороге жизни. Это не я сказал, это Раф Нойерберг. Одно из качеств, присущих нам от рождения, это вера. Мы верим в любом случае. Единственная вещь, которую человек может выбрать, это во что верить. Есть в одном университете интереснейший эксперимент. Оказалось, что из трех тысяч профессоров, примерно две тысячи пользуются услугами гадалок и подобных. Это люди, имеющие документальное подтверждение о своем образовании и интеллигентности. Так что вот такой мир. Человек в любом случае верит. Вопрос во что? Мы пользуемся способностью верить каждую секунду. Например, приходя в магазин, мы покупаем что-то в закрытой банке. На ней написано там «Килька». И верим, что там «Килька». Вот, но кто бы, никто же в магазине открыть, докажите мне. Или спросят, почему я должен платить деньги за то, что я не вижу. Мы этого не делаем, мы не чувствуем проблемы. Бывают случаи, когда люди открывают и там другое. Конечно, но мы все равно продолжаем покупать. Человек, который верит, что мир создан сам по себе, и у мира нет хозяина, это реальный фанатик. Причем религиозный фанатик. Который видит то, что имеет нулевой процент возможности. Ноль. Мир построен на доверии. Даже болезненно недоверчивый человек, не выходящий из своей квартиры, заказывает еду по телефону и верит, что ему принесут то, что он скажет. Вдруг, когда дело доходит до веры Творца, в каждом начинается там что-то не верю, там что-то не так, может вот нужны доказательства. Но консервы покупаем без доказательств. Короче говоря. Некоторые считают веру чем-то особенным, встречающимся только у особых людей или в особенные моменты жизни. Это абсолютно не так. Очень важно знать, что вера один из базовых вообще элементов человеческой личности. Человек не может жить неверя. В одном комментарии Раши написал, если яма не будет наполнена водой, то в нее собираются пауки и скорпионы. Пустой она не остается. В этой аллегории есть намек. Если нет духовности, если не будешь верить в Бога, будешь верить во все, что угодно. Оглядитесь вокруг. Попробуйте найти хоть одного неверующего человека. Каких только идеологий нет. Деньги, ортодоксальный образ жизни, здоровый сексизм, все что угодно. А какой выгодный бизнес создавать религию, всякие реформы и так далее. Понимаете, если бы до изобретения микроскопа мы подошли бы к человеку и спросили, есть ли какое-нибудь мелкое существо вокруг него, нескольких сантиметров. Он ответил нет, решительным образом. Хотя ясно, что человек ошибается и в самом близком соседстве есть микробы, но они не видны к взгляду его. Так человек может быть пространственно близок к чему-то, но совершенно не знать об этом. Очень часто близость Бога осознается лишь как знание о том, что он есть. Но ясно почувствовать, что мы близки к нему пространственно, что он стоит возле нас во всякое время, этого почти ни у кого не получается. Как ни странно, именно атеисты живут слепой верой во все, что угодно, кроме духовной силы. Подводим итог. Вера – это понимание, что все от Бога и все к лучшему. Давайте вот этой верой и жить. Браха вы от слоха, не болейте, хорошей недели. Продолжение следует...